Здравствуйте, я рад всех приветствовать в студии Вести ФМ Руслан Быстров и рядом со мной в студии гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве России Константин Симонов. Константин Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, в понедельник должен быть объявлен потолок цен на российскую нефть. Пока европейские страны не могут договориться об этом, но говорят, что до понедельника обязательно достигнут такого соглашения и называется цена в 60 долларов за баррель. Якобы, кстати, уже сегодня они могут договориться. Как вы думаете, 60 долларов это то, за что мы будем продавать свою нефть? Ну давайте разбираться, действительно все в страхе ждут 5 декабря, когда, безусловно, вступит в силу и шестой пакет санкций и восьмой пакет санкций, которые часто уже перемешаны друг с другом, а на самом деле это немножко разные документы. И здесь европейская бюрократия, она, конечно, начинает немножко сама себя переигрывать. Ну, наверное, бюрократия везде одинаковая, что называется бюрократия, она и в Европе бюрократия. Ну, вот вы сказали действительно, что 5 числа должен вступить в силу восьмой пакет санкций, который в том числе предполагает запуск механизма предельных цен. Как это вообще возможно с точки зрения... Ну, там разногласия. Мы знаем, что страны Восточной Европы хотели вообще, чтобы цена была низкая совсем, другие страны говорили о том, что нет, пусть она будет повыше, более реальная, возможно, Россия согласится. Ну, а для России, по крайней мере, судя по тем заявлениям, которые мы слышим из Москвы, все равно, потому что Москва по официальным сообщениям не собирается поставлять ни по каким ценам, если они будут предельными. Нет, нам, конечно, не все равно. Не спешите с такими выводами, давайте сейчас со всем этим разберемся. Так вот, что касается разногласий, да, действительно, об этом активно пишет и западная пресса, но вообще-то восьмой пакет санкций был принят достаточно давно, и можно было уже собраться, там, запереть себя в комнате и не выходить хотя бы неделю, пока не договоришься до уровня цен. Но почему надо было поступить в стиле нерадивого студента, который не может вовремя сдать курсовую и тянет все до утра последнего дня, я совершенно не понимаю. Я не исключаю все-таки, что этот потолок будет назван все-таки до утра понедельника, тем более, что замминистра финансов Соединенных Штатов назвал вот ту магическую цифру, которую вы озвучили, в 60-е долларов за баррель. И в этом плане вообще тоже достаточно показательно, что вначале все решения принимаются в Соединенных Штатах, Минфин США публикует различного рода разъяснения, а потом все эти разъяснения чудесным образом кочуют и в юридические документы Европейского Союза. То есть в этом плане, что касается введения этого потолка, Европейский Союз показывает абсолютно четко, что идет в фарватере решений Соединенных Штатов и просто их копирует. Теперь давайте все-таки разбираться, насколько нам это страшно и чем нам это грозит. Итак, все-таки напомню, что 5 декабря вступает в силу шестой пакет европейских санкций, который предполагает полный, но на самом деле тоже не полный, сейчас тоже мы об этом скажем, но официально вначале декорировалось, что полный запрет на морские поставки нефти на территорию Европейского Союза, также запрет на перегрузку нефти российской в европейских портах. 5 декабря вступает в силу восьмой пакет европейских санкций, который запрещает европейским компаниям участвовать в операциях по продаже российской нефти в третьи страны, если не применяется вот этот самый механизм предельных цен. То есть восьмой пакет касается на самом деле не поставок российской нефти в Европу, ну потому что глупо под потолок определять морские поставки нефти в Европу, потому что они так будут запрещены шестым пакетом санкций. То есть восьмой пакет, в чем его суть? Он распространяет эти санкции на перевозку, страхование, банковские услуги при поставках российской нефти в третьи страны. То есть, грубо говоря, если ты греческий судовладелец, ты попадаешь под восьмой пакет санкций. В Грецию ты эту нефть привезти не можешь по шестому пакету санкций, но твой танкер может эту нефть отвезти в индийский какой-нибудь порт, продав там его индийскому НПЗ. Вот тут ты обязан доказать Брюсселю, что восьмой пакет санкций ты соблюдаешь. В этом как бы и основная проблема, и основная суть этих самых вводимых санкций. На самом деле там достаточно большое уже количество исключений возникает. Ну, например, Соединенные Штаты и вслед за Соединенными Штатами Европейский Союз, скажем, разрешили Болгарии морские закупки нефти продолжать. То есть в этом плане тут уже в самом эмбарго нашлись такие обходные пути, которые сами европейцы проложили. Потому что Болгария стала кричать, что никак у нее нефтяной баланс не сходится. Ей дали разрешение. Дали разрешение закупать морским путем российскую нефть странам, которые не имеют выход к морю. Особенно в случае перебоев с южной веткой дружбы. Это Венгрия, это Словакия, это Чехия. То есть если Украина перекроет трубу, у них этих стран есть юридически защищенный механизм. Они могут покупать российскую нефть в портах, потому что у них морского выхода нет. Ну идея очень простая. Они доказали, что у них просто не может быть альтернативной нефти, потому что у них портов нет. Им разрешили российскую нефть, тем не менее, брать из этих портов. Хорватия получила исключение по определенным нефтепродуктам. Тоже разрешение. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это не то, что он такой гигантский список, но тем не менее он имеет место быть. Кстати, Соединенные Штаты разрешили третьим странам перерабатывать российскую нефть. То есть, например, если какой-нибудь нефтеперерабатывающий завод во Вьетнаме переработает российскую нефть и нефтепродукты поставит, страшно сказать, на территории Соединённых Штатов, они не будут считаться российскими. Но при этом завод во Вьетнаме должен покупать за 60 долларов. Должен покупать саму нефть по потолку. По потолку. Мы предполагаем, что это справедливо. Это справедливо. Таким образом, ну вот эти мы все оговорки сказали. Давайте, собственно, перейдём непосредственно к потолку, что такое 60 долларов. И, собственно, вот пройдём мы под этим потолком или нет. То есть, ещё раз подчеркну, что вот тут главная проблема заключается в том, действительно, что если ты европейский судовладелец или ты европейский страховщик, или ты каким-то образом соприкасаешься с экономикой Соединённых Штатов, а самый простой способ соприкосновения с экономикой Соединённых Штатов – это долларовый счёт, то ты либо попадёшь под, соответственно, американский санкционный список под пакет, либо ты попадёшь под европейский восьмой пакет. Соответственно, ты должен внимательно изучать, что от тебя требуется. Ну, давайте сначала по экономике пройдёмся, а потом я ещё тоже о некоторых юридических особенностях скажу. С точки зрения экономики известно, что российская нефть торгуется сейчас и так с дисконтом. Ну, просто вот что касается 60 долларов, давайте посмотрим. Ну, ЮРУС примерно 55, где-то так сейчас стоит. По версии агентства «Блумберг». Если вы посмотрите версию агентства «Аргус», например, которая лежит в основе до сих пор Минфиновских расчётов, причём Минфина не Соединённых Штатов, я имею в виду, а Российской Федерации, Минфин России опубликовал свою оценку средней стоимости нефти ЮРУС за ноябрь 2022 года. Действительно, вот те данные, которые «Блумберг» активно опубликовал, там 52 доллара, в общем-то, речь шла скорее про какие-то разовые поставки, которые были зафиксированы, кстати, тем же «Аргусом». Но среднемесячные цены, которые даёт «Аргус», я сейчас повторяю, агентство «Аргус» по-прежнему является официальным поставщиком информации, которая берётся Министерством финансов Российской Федерации. А Министерство Федерации, зачем ему эти цифры? Не только для того, чтобы там смотреть, как бюджет сходится, а для того, чтобы определять размер пошлин. Они пошлины считают по «Аргусу». Это отдельная история, как мы дошли до жизни такой с точки зрения информационного обеспечения работы нашего правительства. Ну, это действительно сюжет отдельный, он тоже интересный, но отдельный. Так вот, «Аргус», соответственно, даёт данные Минфину, Минфин публикует, он оценивает среднюю стоимость «Юрлс» по ноябрю в 66 долларов. Потому что если правый выезд с агентством «Аргус» и «Блумбергом», точнее, правильнее сказать, про 52, тогда вообще никаких проблем нет. Ну вот я об этом и хотел сказать. Вот 60, вот 52. Но здесь тоже небольшие проблемы. Здесь тоже небольшие проблемы. 60 и 65. Да, я объясню, почему, кстати. На самом деле, 66-60, здесь даже, по сути дела, всё бьётся. Почему? Потому что на самом деле не надо забывать, что с точки зрения санкций, цена считается не просто ценой продажи. Из этой цены Соединённые Штаты, опять же, я подчеркну, что всё, что пишет Минфин США, потом попадает и в европейское законодательство. Так вот, Минфин США милостиво разрешил не считать в стоимости нефти цену фракта и страховки. То есть, таким образом, мы фракт и страховку выкидываем. И получается, что на самом деле это та цена, которую должна российская компания положить себе в карман. То есть, в этом плане, получается, ещё упрощается ситуация для российского производства. А вот в агентстве «Аргус» заложено фракт и страховка? Нет, они считают стоимость отгрузки в порте обычно. Вы знаете, что там разные есть методики, там, СИФОП, но вот «Аргус» обычно считает цену отгрузки из российского порта. Потому что, ну, собственно, Минфину Российской Федерации неинтересно, сколько там стоит логистика. Ему интересно, сколько, собственно, почём российская компания продаёт эту нефть. Энергономика Вести ФМ Блумберг написал, что существенно выросла стоимость фракта для российской нефти. Они даже оценили, ну, совершенно нереальную цифру в 15 долларов. Но тут есть тонкость. Она связана с тем, что на самом деле 15 долларов – это серьёзная величина. Но вот этот дисконт, о чём мы говорим, ну, то есть вот мы с вами тоже сказали, что российская нефть действительно вынуждена продаваться с дисконтом. Откуда берётся этот дисконт? Дисконт – это плата за риск как раз вот этим самым перевозчикам и вот этим самым страховщикам. Таким образом, я имею в виду, что в реальности, вот если мы возьмём объективную стоимость фракта, она, конечно, не 15 долларов. Это часть того самого дисконта в 20-25 долларов, который российские компании платят. В этом плане, ну, действительно, вот если мы берём сейчас цену там на бренд примерно на уровне 85 долларов, вычитаем вот эти 25 долларов дисконта, вот и получаем 60, да? То есть в этом плане, опять же, мы к этой цене приходим. Вообще в мире, как бы вот до всех этих хаотических историй, ну, фракт как раз, понятно, что всё зависит от того, куда ты везёшь. Ну, фракт, скажем там, в какой-нибудь индийский, китайский порт, он где-то, если мы через Суэс берём, и страховка, она, как раз, обходилась там примерно в 4-6 долларов, да? То есть в этом плане как раз опять мы возвращаемся к той самой магической цифре в 60. То есть по большому счёту такое ощущение, что пока Соединённые Штаты выбрали тот потолок, который должен не привести пока к какой-то серьёзной хатизации рынка. И это, конечно, нам на первом этапе выгодно, потому что я думаю, что вот мы с вами математику примерно показали, что по большому счёту получается, что сейчас на самом деле российская нефть, особенно если вычесть фракт и страховку, она и торгуется примерно на уровне в 60 долларов за баррель. Конечно, нам придётся столкнуться с падением объёмов. Почему? Ну, понятно, потому что всё равно. Вот общая картина, она достаточно ясна. Соответственно, в ситуации, когда Европейский Союз вводит эмбарго на российскую нефть, а в мире нет дополнительных объёмов нефти, ну, просто потому что как бы ОПЕК-плюс держит квоты, да, там есть там Норвегия, США, Бразилия, есть определённые государства, которые наращивают добычу. На самом деле это всё в пределах, что называется, невысоких уровней. Да, вот сейчас эта громкая история с Венесуэлой, но опять же, это только сейчас решили снять санкции. Надо ещё на эти 200 тысяч как-то добычу нарастить. Это, конечно, не произойдёт в самое ближайшее время. То есть цена на нефть повысится, судя по тому, что... Нет, я к чему говорю? Я говорю к тому, что добыча в мире не растёт. ОПЕК сокращает добычу. ОПЕК сокращает квоты. Плюс ещё санкции и так далее. Где-то рост, но вот в рамках этой истории она не растёт. Европейский Союз вводит эмбарго на российскую нефть, пока возьмём шестой пакет. Это примерно 500-600 тысяч баррелей в сутки сейчас оставшихся. Ну, на самом деле, это чувствительно для России. Соответственно, вот эти 600 тысяч баррелей Европе надо где-то найти. Где она их найдёт? Она, соответственно, возьмёт их у тех поставщиков, которые эту нефть не продадут в другие страны. Вот уже сейчас фиксируется, что Саудовская Аравия сократила поставки в Соединённые Штаты, в Китай и в ряд других государств. Почему это происходит? Да потому что уже происходит перенаправление этой нефти в Европу. Соответственно, тут, с точки зрения рынка, всё очень просто бьётся. Европа забирает дополнительные объёмы саудовской нефти. Саудиты снимают это, например, с китайского направления, с индийского направления. И туда, естественно, приходит российская нефть. Это вот так, в общих чертах. Но есть нюанс, он связан с тем, что одно дело, ты везёшь эту нефть в Роттердам, а другое дело, ты везёшь эту нефть в китайский порт или в индийский порт. А какая выгода? Можно я уточню, снимать им нефть с Индии, например, и Китая? А что делать? А что делать? Нет, так Европе нефть нужна. Нет, Европе да, а Саудовская Аравия как-то разница. Ну, естественно, Европа за это платить будет. А, дороже, нет будет дороже, понятно. Нет, у них естественно, они прекрасно понимают, что они будут эту нефть перекупать. Ну естественно, то есть они будут с Аудитом платить премию. Тут тоже понятно, мы будем давать дисконт, а европейцы будут платить премию. Поэтому, естественно, они эту нефть снимут и продадут в Европу, получив в карман дополнительные деньги. С точки зрения рынка, нам тот рынок освободят, мы туда можем прийти. Но тут, конечно, возник тут логистические определенные сложности, потому что одно дело, ты везёшь нефть в Роттердам, а другое дело, ты везёшь в индийский порт. Если бы у нас работал Севморпуть, нам было бы проще, но, к сожалению, он нормально, полноценно функционировать сейчас еще не готов. То есть мы по-прежнему везем нефть через Суэц в Азию, и, соответственно, вы же понимаете, что тут другая будет, другое транспортное плечо, то есть там нужно определенное количество танкеров, обычно, соответственно, мелкие танкеры перегружаются в крупнотоннажные, чтобы быстрее проходить Суэц, вот. И вот тут, возможно, конечно, определенный объем экспорта мы потеряем, причем не потому, что там рынка не будет, просто потому, что физически вот эту систему придется перестраивать, и там вот все сидят считают, да, там танкерный флот, вот, что как, потому что, да, понятно, что остаются там перегрузки борт-оборт, но еще, я говорю, все это надо делать, и, соответственно, вот за счет этих рисков, я даже имею в виду не то, что там риск попасть под восьмой пакет, вопрос исключительно в том, что нужно время для того, чтобы эту логистику отстроить, и технически может оказаться, что действительно там физически определенного типа танкеров может там не хватить. — То есть доставка нефти будет дороже? — Она будет дороже, и самое главное, что может быть не справедливо. — Вы говорили, что сейчас заложено 15 долларов примерно доставка, вы говорите. — Так пишет, так говорит Блумберг. — Сколько будет? — Так говорит Блумберг. — Если мы будем поставлять в Китай, в Индии, сколько будет? — Она так и будет, она так и будет. 15 долларов, она так и останется, потому что, еще раз говорю, вот тут вопрос в том, что, не в том, что сейчас вырастет цена, она и так, еще раз говорю, эти риски, они уже сейчас физически, Вопрос в том, что может танкерами оказаться. Ну, в общем, если мы говорим все-таки про риски для России с точки зрения добычи, Мировое энергетическое агентство говорит, что Россия потеряет в следующем году 3 миллиона баррелей в сутки. Но, конечно, это полная чепуха. Мировое энергетическое агентство специально делает такие шокирующие прогнозы, задача которых там напугать и испугать. Я напомню, что они уже весной прогнозировали, что через месяц добыча в Россию упадет на 3 миллиона баррелей в сутки. То есть это их постоянная история. Более, конечно, вменяемые структуры аналитически западные оценивают падение, возможно, в миллион баррелей в сутки. Я лично думаю, что падение будет, но миллион все-таки цифра достаточно суровая. Но даже если от этого оттолкнемся, давайте посмотрим бюджет на этот год. Просто вопрос, наверное, который больше всего интересует радиослушатели. Нам денег-то хватит или нет? То есть там 60 долларов, не 60. Тут же важно, сколько мы добывать будем. И в этом плане соединение с ценой. Я напомню, что у нас бюджет фактически уже принят на 2023 год, и там восстанавливается бюджетное правило. То есть в этом плане Минфин фиксирует, сколько денег надо собрать с нефтегазового комплекса для того, чтобы бюджет сошелся. А остальное превышение он намерен опять копить в стабилизационных фондах. Там отдельная история, правильно это или неправильно. Но давайте оттолкнемся от цифр. Если раньше Минфин считал, что он знает, сколько Россия добудет нефть, и поэтому параметр был один, цена. То есть он всегда говорил, вот нефть свыше там, допустим, 42 долларов за баррель юрис, все свыше мы срезаем в фонды. Теперь Минфин говорит, да, добыча вещь неопределенная, поэтому мы вводим другой параметр. Сколько денег физически надо собрать с нефтегазового комплекса. Вот эта сумма определена в следующий год в 8 триллионов рублей. Она определяется путем баланса двух величин. Средней цены на нефть Юрлс и объема добычи. Вот если Минфин даже, если вы посмотрите цены направления бюджетно-налоговой, кредитно-денежной, таможенной политики, там есть такая табличка, да, где вот как бы, табличка умножения, фактически. То есть 8 триллионов рублей мы соберем в следующем году по плану. Я объясню, что нужно, чтобы собрать. Вот если вы посмотрите в эту табличку умножения Минфина и посмотрите, сколько нужно нефти добыть при цене 60 долларов за Юрлс, чтобы получить 8 триллионов доходов, вы получите 10 миллионов баррелей в сутки. Вот тот уровень добычи, который мы держим. Сейчас мы держим с конденсатом примерно чуть меньше 11 миллионов в сутки. То есть даже если возьмем западные прогнозы падения, вот получается 11 миллионов минус миллион, получим те самые 10 миллионов, которых при цене в 60 долларов нам аккурат хватит для того, чтобы заработать для страны в виде налогов 8 триллионов рублей. Так считает Минфин. Понял. Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор Финансового университета при правительстве России Константин Симонов.